Для многих, еда это любимый способ провести время, что хорошо, так как без нее мы не сможем жить. Но что случится с вами и с вашим телом, если вы перестанете есть прямо сейчас? В первые 6 часов все довольно обычно. Ваше тело начинает разбивать гликоген в глюкозу, которую ваши клетки используют как топливо. Около 25% этой энергии используется вашим мозгом, в то время как остальное распределяется между мускульной тканью и эротроцитами. Но после 6 часов этот метод добычи энергии перестает действовать из-за истощения ресурса гликогена. Начинается знаменитая чувство голодной раздражительности, которая так хорошо знакома многим из нас. В этот момент ваше тело входит в состояние кетоза, в котором вы начинаете голодать. Так как в вашей крови очень мало глюкозы, телу необходимо начать использовать жиры для добычи энергии, которые вы разбиваете в жирные кислоты. Но проблема в том, что ваш мозг не может использовать длинные цепи жирных кислот. С истощенным запасом глюкозы и жирными кислотами, которые слишком велики для мозга, ему приходится переходить на рацион из кетозов, которые являются мелкими частями цепей жирных кислот. Это работает до поры до времени. Но мозг таким образом может удовлетворить только 75% своей энергетической потребности. Ему все еще необходима глюкоза, и это влияет на ваше мышление. Важно заметить, что вы не обязательно должны голодать, чтобы находиться в кетозе. Многие люди входят в это состояние на диете с низким содержанием углеводов, а также спортсмены, использующие все свои углеводы, например, марафонцы. В любом случае, после 72 часов у вас будет не только упадок настроения и сил, но и ваше тело начнет разрушать свои собственные белки, которые могут быть превращены в глюкозу, что хорошо для вашего мозга, но плохо для тела. Фактически, тело само себя поедает, уменьшая мышечную массу. У женщин недоедание часто отключает менструальный цикл, так как тело пытается уменьшить затраты энергии. Плодность костей уменьшается, а также мужчины и женщины могут испытывать потерю либидо. После нескольких недель голодания иммунная система будет настолько ослаблена без каких-либо витаминов и минералов, что многие просто умрут от болезней. Если этого не произойдет, тело продолжит использовать все источники энергии, пока не останется совсем никакой глюкозы, жиров, тканей и мускульной массы. Одна из самых распространенных причин смерти – это сердечная аритмия или инфаркт миокарда, вызванные деградацией тканей сердца, диафрагмы и тела в общем. Это довольно часто происходит с больными анорексией. И, конечно, тело страдает и от отказа остальных органов. Голодание может привести к смерти в период от всего трех недель до целых 70 дней, как показала ирландская голодовка 1981 года. Продолжительность выживания сильно зависит от наличия воды и количества запасов жира в вашем теле. На самом деле, то, что тело может прожить так долго без еды, в какой-то мере невероятно. И несмотря на все это, 795 миллионов человек сталкиваются с этим в реальности. Хорошие новости в том, что 7 богатейших стран мира собрались, чтобы победить проблему недоедания и голодания для 500 миллионов людей к 2030 году. Спасибо всем зрителям, поддержавшим мою кампанию по сбору средств. Благодаря вам этот канал продолжает существовать. Субтитры создавал DimaTorzok